Добрый день, меня зовут Лиза, и сегодня, как и всегда, мы будем говорить в экологии. Долг у нас не было, на то у нас были свои причины, прошу нас простить. И очень многое произошло за это время. В частности, я думаю, все слышали о ситуации с полигоном Ядрова. Ситуация очень серьезная, и самое главное, что это совершенно не единичный случай. Таких полигонов в Подмосковье и по всей России очень-очень много, и они отправляют людям жизнь, они губят их детей, они губят их здоровье, и это действительно очень серьезно. 14 апреля прошло большое количество митингов в Подмосковье относительно как раз-таки закрытия подобных полигонов. И, ну, все мы знаем, что в России у нас проблемы решаются весьма оригинальными методами, поэтому мусор просто переводится с полигона на полигон, и вопрос сам по себе не решается. И решен он мог бы быть, конечно же, если бы были деньги. То есть, корень этой проблемы в основном лежит в отсутствии финансирования. Взять Европу, например, где уже давно стоят масштабные мусороперерабатывающие предприятия, там этой проблемы уже давно нет, потому что есть эти заводы, они перерабатывают мусор, и отходов не остается. В России таких заводов нет почему? В первую очередь, потому что нет денег. То есть, нужен какой-то эффективный инструмент для привлечения финансирования, и таковых пока нет, но, несмотря на то, что проблем много, проблемы все-таки решаются. И, в частности, они могут быть решены с помощью новых высоких технологий, которые все больше и больше захватывают самая разная сфера нашей жизни. Сегодня мы опять поговорим с Олегом Жоховым, узнаем, как у него дела с его проектом, который вообще-то был направлен на то, чтобы решить эту проблему. Прошло достаточно много времени, и наверняка проект потерпел многие изменения, и не просто так он до сих пор не запущен. Именно об этом мы сегодня узнаем у Олега Жохова, так что всем приятного просмотра. Сегодня мы вновь будем разговаривать с Олегом Викторовичем о проекте, который он готовит. Олег Викторович, здравствуйте. Всем привет. Пару месяцев назад вы нам рассказывали о том, что готовите что-то очень большое, масштабное. Как у вас продвигаются дела? Да, все верно. Мы где-то два месяца назад, даже не два месяца, перед Новым годом, мы анонсировали наш проект, это финансовая платформа, финансо-экологическая платформа, которая позволяет инвестировать в экологию, тем самым решать вопрос о экологии, настоящее удачу экологии и зарабатывать на этом. Значит, к сожалению, немного все затянулось, но затянулось и по нашему причине, и по политическим и экономическим ситуациям в мире, потому что основные правила новой экономики финансовой, криптоэкономики, они не были прописаны. И до сих пор в многих странах они ничего не прописаны. Россия где-то в августе, к июле перейдет на легальное право в области криптоэкологии, криптоэкономики. Хочется уже по Фрейду договориться о криптоэкологии. В общем-то я считаю, что может быть мы войдем в анал, там прессом, что криптоэкология, это мы первые сказали. И мы везде законодательство модернизировалось, реформировалось, изменилось, где-то хуже, где-то лучше, и мы приняли решение все-таки не дожидаться, когда везде все устаканится, все успокоится, но приняли решение о регистрации, значит, проект, да, верим с проектом, что же за проект. Модернизация претерпела все. Будет не просто финансовая платформа, мы сразу идем на ICO, значит, на первичный выпуск токенов, и при ICO. Значит, данные проекты, они направлены на решение экологических задач в масштабах всей нашей планеты. Я сегодня не буду раскрывать всех подробностей, содержания этих проектов, по причине того, что заканчивается регистрация криптовалюты, заканчивается регистрация правовой площадки, и как только все будет зарегистрировано, мы это выложим в открытом доступе и дадим развернутое интервью. Мы представим WIPAP, OnePage и ROGMA, дорожную карту, одностраничник и описание нашего проекта на чистой бумаге. Значит, решение принято в следующем, что адресатом данного проекта является уже сегодня зарегистрированная компания с юридикцией Объединенной Арабской Эмираты. Это компания IMFG, это арабская финансово-промышленная группа. ICO при ICO будет осуществляться на базе этой компании. Значит, это наша компания, которая в настоящее время получила от правительства Объединенных Арабских Эмиратов согласование на получение лицензии в области деятельности интернет-экономики. Значит, где-то на следующей неделе будет получена эта международная лицензия для осуществления интернет-коммерции, интернет-экономической коммерции за пределами Арабских Эмиратов, международная лицензия. Значит, коротко, то, что я могу сказать сегодня о том проекте, который буквально скоро-скоро должен очень хорошо выстрелить. Данный проект является инструментом привлечения финансово-инвестиций в качестве криптовалюты. Не какой-либо криптовалюты, а именно нашей криптовалюты, которая будет применяться в области решения экологических задач. Значит, на сегодняшний день соблазованно, криптовалюта выпускается на платформе Ethereum в стандарте ERC-20. Значит, на сегодняшний день согласованным по смарт-контракту объем криптовалюты, определенный объем, он равняется 25 миллиардов токенов, что эквивалентно на американские доллары составляет, то есть, по окончании проведения PSEO-SEO сбор составит 4 миллиарда 600 миллионов американских долларов. Это день, который будет направлен на решение экологических задач по всему миру. Какие экологические задачи? Ну, мы идем такими крупными крупными стандартами. Первое, это определение, определяется территория, на которой проект будет реализовываться. Второе, выбирается технология по переработке данных отходов. Да, под отходом мы подразумеваем отходы от жизни, деятельности человека и от промышленной отходы от промышленности. Значит, выбирается технология, какой вид отходов, какое качество будет перерабатываться. Данный стандарт, производственный стандарт у нас называется Double Zero. Значит, следующее, будут финансироваться мелкие проекты, это сортировочные комплексы, автоматические, полностью сортировочные комплексы. И данный проект, данные инвестиции, они будут носить характер, в основном характер беспроцентный. Он позволит населенных пунктов, где поджевать минимум количество жителей, допустим, до 20 тысяч человек, поставить сортировочный комплекс, совершенно не применяя тарифные нагрузки жителей, проживающих данной территории. То есть, это будет целевое финансирование без возврата этих денежных средств. Значит, а вот доходность этих предприятий, которые будут формироваться, она не будет направлена на возмещение первичной стоимости данного оборудования, а только часть этой доходности будет артилляцией для акционеров данного проекта. Значит, к сожалению, сегодня не могу очень многое сказать, но еще пару слов. Значит, к данному проекту в рамках пресс-фио будет модернизирована, изменена наша платформа экологический онлайн-банкинг, которые желающие могут приобрести через систему Airdrop криптовалюту в лимитированном количестве, но мы приняли решение, что Airdrop не будет в формате обычного решения, это к всем подряд в стране раздача криптовалюты, а будет закрытая раздача получателями, а криптовалюты могут стать только профессиональные организации либо люди. Что мы имеем ввиду? Это компания, осуществляющая свою деятельность в области переработки отходов, области обращения с отходами, они заходят на сайт ЭКОЛАННЕБАНТИК, регистрируются, заходят в раздел Airdrop криптовалюта, токен такой-то, мы это все объявим название уже позже, значит, делают заявку, одностранички заполняют фамилию, имущество, там организация, закрытая заключается в том, что организация должна предоставить, написать лицензию, на основании чего она осуществляет свою деятельность. Это относится к разряду сборщиков компаний, которые начинают двигаться в области вращения с отходами, но также там же можно получить эту криптовалюту, общественные организации, газеты, средства массовой информации, музыкальные объединения, значит, также спортсмены, которые являются некоторым таким сигналом показателями здоровья нации, те организации или граждане, которые не могут предоставить для верификации свое профессиональное подтверждение лицензии или аккредитацию, они могут показать ссылку в интернет, которые в ручном режиме, в режиме переприхожения верификации, наши специалисты убедят, что этот человек имеет некий международный диригидальный статус. Например, спортсмен, когда-то он был чемпионом, прошло много лет, ничего не осталось, таких документов, те документы уже старые, он не знает, где находится, он дает ссылку в интернет, где он выиграл этот чемпионат, либо там олимпиаду, специалист по IT проверяет и дает дефекцию. В этом режиме каждый специализированный участник может получить определенное лимитированное небольшое количество кредитоволютов. У меня есть вопрос, вы очень сильно сфокусированы на сфере конкретной переработки отходов, и это определенная глобальная сфера в экологии, но все-таки будут ли участниками этого проекта экологи, так скажем, занимающиеся какими-то другими вопросами, не связанными непосредственно с переработкой мусора? Нет, ну, я, может быть, просто в докладе склоняюсь постоянно к переработке, то, что я профессионально делал, делал, на самом деле понятие экологии очень широк. У нас экология это не только мусор, это небо, это, извиняюсь, воздух, это земля, это вода, да и вообще это социальная среда, тоже экология. Сегодня даже в криптовалюте у нас появился стандарт экосистемы. Я долго время упутался, думаю, экосистема это что-то с экологией, но неужели все стали заниматься экологией? Нет, экосистема это совершенно чистое технологическое решение, чистое, прозрачное, децентрализованное. специалистам, имеющие отношение к экологии, при перехождении верификации получить некое крементированное небольшое количество бесплатно криптовалюты. После того, когда верификация заканчивается и заявительную приходит сообщение, инструкция по регистрации холодного кошелька для хранения криптовалюты, после регистрации кошелька автоматически производится зачисление криптовалюты на счет заявителя. Также, как только криптовалюта где-то июль-август выйдет на листинге международных бирж, придется сообщение, что вот такие криптовалюты уже заявлены в торги. И каждый держатель этой монеты может зайти через интернет, может посмотреть, сколько стоит эта монета, он может ее продать мгновенно, залюбовить валюты, рубли, доллары, фунты, стерлинги, иены. Хочет, он может их держать и получить статус инвестора и длительный срок на капитализацию этой монеты и ее использовать при решении экологических задач или просто с целью получения личного дохода. Значит, стартовая цена этой монеты 0,16 центра и американских центров. Каждый итоген стоит. Дальше. На той же площадке экологический онлайн-бауфтинг помимо Аль-Ропа будет еще несколько категорий, где люди могут получить дешевые или бесплатные монеты. Значит, одна из категорий, которая может получить криптовалюту, это предоставить экологически, простой, экологически, не очень крупный проект, на который вам требуются деньги. Разработчик этого проекта он подает настраничную бизнес-план, то есть он его не зарабатывает, он заходит опять же к нам на сайт, регистрируется и заполняет десяток вопросов, которые формирует после окончания заполнения одностраничный бизнес-план. В конце заявления указывает сумму необходимую ему для этого проекта. Данная платформа в рамках «Полисио» начинает сбор фиатных денег, обычных денег, с передачи заявителем для реализации его проекта. Но здесь в чем очень интересный нюанс. при подаче заявления и оформлении заявки также получает мгновенно криптовалюту. И пока соотношение не утверждается, например, одна криптомонета за 10 тысяч требуемых инвестиций. И третья категория это прямые инвесторы, которые хотят вложить деньги на народные экологические проекты, они вкладывают свои деньги и получают также криптовалюту в момент сразу же после осуществления инвестиций. То есть весь проект состоит из трех этапов. Первый этап это Эко-онлайн банкинг, это экологический интернет-банк, который будет осуществлять сбор денег и средств для финансирования экологических народных проектов. Расчетом в данном проекте каждому инвестору будет расчетом будет являться криптовалюта, наша криптовалюта, которая может учить почву названия. Вторая часть это при ICO. Это мероприятие, которое направлено на выполнение некоторых мероприятий, которые будут гарантировать возможность проведения финишного ICO. Во время ICO будут заключены международные договора по многим странам, практически по всем, с участниками этого рынка. Например, если в Германии есть переводчик мусора, который осуществляет свою деятельность, мы ему предложим криптовалюту. Если есть в Польше завод производства мусорных машин, мы предложим ему получить криптовалюту. Мы уже такие переговоры провели, производители обороны приходят к предложению в следующем мы готовы взять, но мы хотели бы рекомендовать, чтобы вы еще дайте нашим потребителям. Те, которые покупают машины, станки, пресса, сортировочную линию, у тех, у кого сегодня, например, в Российской Федерации не хватает денежных средств. Вы профинансируете криптовалюту, если на литинге биржи в августе, сентябре, в январе 2019 года она выстрелит по 50 центов, по одному доллару, то они могут продать и купить за эти деньги у нас оборудование, которое необходимо той или иной территории, в том или ином государстве. Мы дали согласие. предварительно по нашим расчетам где-то около миллиарда долларов будет роздано криптовалютой в объеме одного миллиарда долларов участникам этого эго. Я больше не буду пока рассказывать, потому что меня уже несет подробности, подробности чуть позже, после регистрации. Да, кстати, после регистрации токена и регистрации ОСЕО нами будет заявление в Соединенные Штаты комиссии по ценам бумаги об первичной эмиссии электронных акций. Также будет проведена такая же операция с Российской Федерацией. Поэтому данная задержка вызвана тем, чтобы гарантировать нашим будущим инвесторам и вообще людям, которые болеют за окружающий мир, мы сделаем задержку с целью гарантировать стопроцентный успех и стопроцентные возможности нарушения какого-либо скандали высоких пущений. Это будет исключено. Хорошо, спасибо большое. Все, кстати, стало намного понятнее. Я, к сожалению, не могу очень много сказать, потому что и регистрация. Сейчас скажи что-нибудь, и могут неправильно понять регистраторы и просто зарубить. Поэтому, к сожалению, должен говорить о таком неком немножко многое говорить. Ну, осталось чуть-чуть подождать. Следите. В общем, я скажу так, что долгое время занимались обычной экологией. Многие сделали хорошую, что-то неправильно сделали. Но мы делаем все правиль для тех людей, которые хотят двигаться вперед. Те, которые хотят стоять на месте, искать черные пятна, это не ваш правиль. Это не ваша экономика, это не ваша жизнь, а у вас другая жизнь. Те, кто хотят что-то сделать, оставить некую белую бумагу для своего будущего поколения, для своих детей, то к нам. Приходите к нам, мы будем вместе с вами делать наш мир чище. Мы не будем играть в политику, мы не лезем в какие-то политические вещи. Но хочу сказать, что если сегодняшняя большая категория бизнеса, которая увлеклась законотворчеством, законодательством, сотрудничеством со всякими комитетами, по формированию законов, ограничений, вы должны понимать одно, что децентрализованная экономика, которая сегодня пришла в мир, это криптоэкономика, это новая фондовая экономика, это децентрализованная, не имеющая регулятора, не имеющего собственника. Здесь все развивается под прозрачным правилом, честным и понятным. Когда экономика регулируемая, то происходит то, что произошло сейчас в России, когда доллар стоил 64-62, а на биржах доллар не изменился. Я прожил все кризисы, пережил активно бизнес, страдал, терял, и вот только в этом кризисе меня кто-то посчастливил случайно, в момент, когда рубль так упал, с 57-56 до 62, мы верили на английской бирже. И когда позвонили, сказали, что в Россию доллар перешел 62-62, мы не верили, у нас на бирже он стоил 52. Я хочу сказать, что в этот раз, может быть и Кероза так было, сначала доллар поднялся внутри Российской Федерации, а через 6 часов начали реагировать международные биржи поднимают. Но сегодня максимальная цена, вы можете себе посмотреть на бирже, рубль по отношению к доллару стоит 56,5 рублей. Ну, не 60, внутри цена максимальная цена. Поэтому будущее за децентрализованной экономикой, за другими правилами, за другой валютой. Все. Спасибо вам большое, все стало намного яснее. Будем с вами в контакте, будете нам рассказывать еще, что у вас дальше происходит и будем смотреть и наблюдать за развитием Следите за форсом. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. До свидания.